Всем приветики! Это внутриигровой осмотр охотничьего ножа Патина с технологией отслеживания убийств Star Trek. От своей обычной версии, которая не Star Trek, он отличается тем, что у него на лезвии находится щечек убийств. Также этот щечек убийств виден в инвентаре такой оранжевой надписью, которая дублирует щечек с лезвия. Но здесь, при просмотре через инвентарь, щечек находится в неправильном месте. Он находится вверху лезвия, а должен находиться на самом заостренном лезвии снизу. И это видно в самой игре, поэтому перемещаемся в игру и видим, что вот он находится там, где и должен, на лезвии. А в инвентаре почему-то он находится не там. Это, наверное, не доработка или я не знаю почему так. Но в игре вы можете увидеть, как он действительно расположен. И благодаря особенности ножа, находясь в тени, щечек видно хорошо. А выходя на свет, лезвие начинает блестеть и уже немножко блекнет. Щечек уже не так хорошо виден, но опять-таки, благодаря особенности ножа, его лезвие переливается и можно найти такой угол, в котором щечек будет виден хорошо. Например, как сейчас. И этим он отличается от своей обычной версии, которая не имеет у этого щечка, только лишь этим самым щечком. В остальном это обычный, такой же, абсолютно такой же нож, как и без щечка. Также наносится рандомно либо слева, либо справа слабый удар. И также справа налево наносится сильный удар. Также берется в руку нож с таким перевертыванием в воздухе. Но щечек не засчитывает ботов. Щечек убийств считает только реальных игроков. Если вы убиваете ботов в тренировке или на официальных серверах, это нигде не считается. Считаются только реальные игроки. К примеру, вот сейчас перед нами стоит бот. И если мы его зарежем, вот сейчас на щечке 861, убиваем бота и видим, что по-прежнему 861. Бот не засчитался. Поэтому можете не тратить на них время, они вам не увеличат щечек. И также, когда вы выкидываете нож, он когда лежит на земле, с него щечек пропадает. Опять-таки, я не знаю, это не доработка или так задумано. Он хоть сейчас и лежит, не той стороной, где щечек, но даже если бы он лежал той стороной, все равно бы щечка не было. Я уже проверял. Он на земле теряет свой щечек. Вот. И, кстати, щечек на ноже — это приятно. Он выглядит, как такая гравировка. При осмотре его, кстати, хорошо видно. Но опять-таки, зависит от освещения. Но чаще всего при осмотре его, конечно же, хорошо видно. И с таким щечком играть приятнее. Он лучше выглядит, чем, например, на оружии. Ну, на оружии — это просто экранчик. А на ноже — это такая, как бы, гравировка. Такое выцарапанное. И это довольно-таки приятно. Но много приятнее убивать ножом, на котором засчитывается ваше убийство, чем на ножом, на котором они не считаются. У меня была эта версия ножа без щечка статрек. И со статреком играть намного приятнее. Прям каждое убийство намного лучше ощущается, чем, чем когда нету статрека. Когда ты видишь, что добавилась циферка, выцарапалась новая циферка — это прям круто. Вот. Ну, а на этом все. Всем пока-два! Субтитры создавал DimaTorzok